Всем привет! С вами канал J-Study, обучение за рубежом. Меня зовут Матвей. И сегодня в этом выпуске мы вам расскажем про необходимые документы для вашей образовательной поездки в Великобританию. Какие документы собрать на вылет и как проходить паспорт и контроль в Великобритании успешно. Поехали! Итак, у вас на руках виза, курс забронирован, проживание забронировано, авиабилеты куплены. Казалось бы, вам осталось собрать только вещи. И что еще? На самом деле, обязательно с собой нужно взять пакет документов для того, чтобы пройти паспорт и контроль в Великобритании. И это очень важный этап начала вашей образовательной поездки. Во-первых, убедитесь, что у вас виза, которую вы получили, дана на нужный срок. Проверьте, что срок действия визы совпадает с вашим курсом. Слоу действия визы указывается в самом ее начале. Обычно визу, если вы оформляете заранее на летние поездки, то ее дают с 1 июля, либо с 1 августа. И посмотрите, что дата начала совпадает или раньше, чем дата начала вашего курса. Не путайте, пожалуйста, с датой выдачи визы, которая находится несколькими строками раньше. То есть оно может быть в мае, например, вам выдана виза, а срок действия визы поставлена, например, с даты начала курса, либо с 1 июля, либо с 1 августа. Обязательно проверите этот момент. Визу мы с вами проверили. Какие документы нужны еще, помимо действующей визы, загранпаспорта. В пакете документов, которые вы показываете на паспортном контроле в Великобритании, у вас должно быть приглашение, которое вы обязательно подавали при получении визы. Обычно его возвращают назад вам с документами, если вы подавали оригинал, если вы подавали копию, то возьмите с собой копию, ничего страшного. Обязательно проверьте, что там есть на этом документе печать школы и подпись лица, который выдал этот документ. Посмотрите обязательно еще раз по датам, если вдруг вы меняли курс или перебронировали, что это было приглашение на тот курс, на который вы едете. Если вы бронировали проживание отдельно от школы, отдельно от курса, то возьмите с собой подтверждение в обычной печатной форме на проживание. Помимо этого обязательно должны быть распечатаны маршрутные квитанции авиабилетов туда и обратно. Эти вещи, они важны, потому что вас могут спросить про обратный билет и могут спросить подтвердить это документально. Альтернативно вы можете взять с собой смартфон, показаться на смартфоне, но вы знаете, что они за долгий перелет Москва-Лонам бывает садятся, и поэтому обязательно возьмите с собой распечатку. Естественно, с собой нужно также взять страховой полис, на случай, если вам потребуется медицинская помощь, его обычно на паспио-контроле не спрашивают, но с собой его рекомендуем все-таки иметь. Если вам еще нет 18 лет, то помимо этих документов с собой нужно иметь обязательно согласие от обоих родителей на выезд без сопровождения. Это документ, по которому вы будете вылетать и потом обратно влетать в Российскую Федерацию. Обязательно посмотрите, что если вы летите без сопровождения, что там действительно указано без сопровождения. А также важный пункт, что ваша виза, которую вы получили, должна также быть оформлена на поездку без сопровождения какого-либо лица. Потому что бывает, когда, например, вы выехали вместе с группой, например, весной, а летом захотели поехать в Великобританию опять, и у вас в визе прописано паспорт сопровождающего лица. С такой визой вы, к сожалению, еще раз вылететь не можете, вам потребуется оформлять новую визу без сопровождения, обязательно в этот момент учтите. Помимо этих документов нужна будет копия свидетельства о рождении и заполненная по форме школы Consent Form. Это аналог нашего нотариального согласия, заполняется одним из родителей. Заверение нотариуса не требуется на английском языке, и это документ, который могут потребовать на паспортном контроле в Великобритании. Он говорит о том, что родители соглашаются о том, что ребенок самостоятельно едет в Великобританию и принимает участие в летней программе. Эти документы обязательно у вас должны быть с собой на паспортном контроле. Обязательно составьте рассказ о том, куда вы едете, зачем вы едете, как называется ваша школа, как называется ваш курс, где вы собираетесь жить и когда вы полетите обратно. Все эти вопросы вам может задать офицер пограничного контроля в Великобритании. Недаром ведь во всех учебниках английского языка есть топик на таможне. Это касается как взрослых, так и детей. Потому что если вы будете испытывать трудности или не сможете рассказать пограничнику, куда вы направляетесь и зачем, вас могут либо в лучшем случае развернуть, либо в лучшем случае отправить на дополнительные вопросы. Это процедура, которая может занять до нескольких часов. Поэтому обязательно с собой помимо документов иметь приготовленный рассказ о том, куда и зачем вы едете. Вас могут они спросить эти вопросы, но лучше быть подготовленным, чем неподготовленным. На паспортном контроле в Великобритании вас обязательно попросят предъявить лейнер-карт. Это карточка, в которой вы заполняете свои паспортные данные и базовые сведения о вашей поездке. Ее обычно раздают в самолетах, поэтому не проспите этот момент. Гораздо удобнее заполнить ее в самолете, чем потом в очереди, либо перед очередью, и вы будете терять драгоценное время. Кстати, наш преподаватель Бен записал видео, как заполнять лейнер-карт и как вообще вести себя в том числе и на пограничном контроле. Ссылку я оставлю в описании. Переходите, смотрите, там еще много полезных видео, целый курс, который называется Survival English, о том, как выжить в Великобритании в первые дни своего пребывания. Survival English. В очереди на паспортном контроле выбирайте очередь, которая называется All Passports, приготовьтесь, что ожидание в ней может составлять до часа, закладывайте это время, и мы всегда это время закладываем. Если вы заказываете у нас трансфер, то он приезжает через час после вашего прибытия. Итак, когда вы прошли паспортный контроль, вас будет ожидать ваш водитель с табличкой, с вашим именем, если вы делаете все вовремя. Если, например, вы прилетаете и проходите паспортный контроль гораздо раньше, например, бывают такие случаи, когда очередей практически нет, и вы проходите весь путь за полчаса, а может быть меньше, если у вас нет багажа, то не пугайтесь, если вашего водителя еще нет, просто нужно немножко подождать, потому что он приезжает через час после прилета самолета. Также, если, например, вы наоборот задержались, и очереди были очень длинными, или, может быть, долго не доставляли багаж, и вы вышли через полтора часа после прибытия самолета или более, также не пугайтесь, если вашего водителя нет на месте, вам просто нужно оглянуться, посмотреть еще более внимательно по залу прилета. Возможно, он пошел за кофе, возможно, он пошел смотреть на табло прилетов, смотреть, не задержался ли ваш рейс, или выяснить, в чем дело. Они всегда носят с собой карточку с вашим именем на протяжении своего нахождения в аэропорту, поэтому вы точно его найдете. Ну что, мы прошлись по основным пунктам вашего прибытия в Великобританию, прохождение паспортного контроля. Надеюсь, это видео было вам полезным. Пожалуйста, поделитесь этим видео с вашими друзьями, которые тоже летят в Великобританию этим летом. Мы желаем вам плодотворного, хорошего и успешного лета, новых знаний, новых друзей из новых стран. Пожалуйста, обязательно подписывайтесь на наш канал. Мы будем выкладывать видео обзоры школ, будем выкладывать видео с наших поездок, которые летом у нас более 30 групп выезжают в Великобританию. Все эти видео вы увидите на нашем канале. Пожалуйста, подписывайтесь, оставайтесь с нами. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok